Добрый день, в эфире радио «Голос Берлина», программа «Литера Терра» у микрофона Григорий Аросев. И сегодня наш гость – берлинский журналист и писатель Дмитрий Вачедин, собственный корреспондент в Германии издания «Медуза». Мы с Дмитрием давно знакомы, и поэтому мы не будем играть в церемонии, и будем общаться на «ты». Дмитрий, привет. Привет, Гриша, привет, слушатели. Я уверен, что твои журналистские и публицистические тексты последних лет читали многие, но я, наоборот, не уверен, что многие обращают внимание на подпись под статьями. Расскажи коротко о своем пути в Германию и в журналистику. В Петербурге, откуда я родом, где я родился, я учился на предмет вспомнить боевое название что-то вроде бродильных технологий, техника и производства бродильных каких-то штук. Не помню, в общем, точно. Короче, это мне не очень нравилось. И когда я переехал в Германию, я мог начать все заново, меня тянуло в гуманитарные сферы, мне казалось, что я неплохо пишу. И, в принципе, вот с тех пор, как мне это начало казаться, я деньги преимущественно этим и зарабатываю, как журналист, как сценарист, как писатель. То есть все, что связано с написанием текстов. Ну вот, это был мой путь, если совсем коротко. Я тут учился, получил два высших образования и в Германии, я имею в виду. Так что, в принципе, этому еще и более-менее профессионально научился. С какого года ты в Германии? С 99-го. Я приехал в Германию за неделю до того, как Путин стал премьер-министром России. При Ельцине еще. Веха. Как ты попал на Deutsche Welle, где ты работал раньше, и потом как на Медузу, где ты работаешь сейчас? Ты спросил про Deutsche Welle, как я там оказался. Я, когда учился в университете на политолога, проходил практику на Deutsche Welle, и это было тысячу лет назад, и там задержался, и там остался. Потом оттуда ушел получать второе высшее образование, потом оттуда вернулся. Туда вернулся, опять на Deutsche Welle, но уже как-то работал из Берлина там в основном. И потом, в общем, сейчас снова там не работаю, и работаю на Медузе. Вот если коротко. А как ты попал, собственно говоря, на Медузу? Попал на Медузу я похожим образом. Я проходил, был там на воркшопах, у них была такая ферма Медузы, такая как бы воркшопы для журналистов, такая небольшая журналистская школа. Это был, на самом деле, очень амбициозный проект, если сейчас подумать. Им было там без года неделя, когда они начали учить другие журналистики. То есть они там два года буквально существовали, или три, или два, или год. Ну, что-то такое просто, очень короткое время. Но уже себя позиционировали, уже были такими по-хорошему наглыми и очень профессиональными. И, в общем, вот я туда приехал. И с тех пор я лет, года четыре или пять писал для них, ну, примерно, может, там, по тексту в месяц, или по тексту в два месяца про Германию. И в ноябре они меня позвали уже полностью на них работать. Я подумал, что интересно. И согласился. Меня польстило немножко, потому что это, в принципе, мы тут, долго живя в Германии или за границей, теряем связь с языком. У нас он становится каким-то более архаичным. Мы становимся немножко малоконкурентоспособны в естественной языковой среде. И мне как бы польстило. Я подумал, вау, я столько лет живу в Германии. Но, тем не менее, мой язык и то, как я работаю, в принципе, конкурентоспособны в таком клевом, классном издании, которое не делает скидку на то, где там они сидят, где они находятся, где работают их авторы. На тот момент половина редакции вообще в Москве сидела. И поэтому я, в общем, недолго думая, согласился. Как строится твой рабочий день как постоянного автора этого издания, но работающего, собственно говоря, на удаленке? Хотя, мне кажется, сейчас вообще вся редакция «Медуза» на удаленке. Да, все на удаленке. Просто утренняя летучка, потом ты пишешь или редактируешь. Абсолютно журналистская рутина. Сколько ты готовишь каждый текст, если мы говорим о каком-то крупном, не большой заметке, а о крупном тексте? Сколько ты готовил на сегодняшний момент? Минимум и максимум? Ну, от двух дней до, может, дней пяти-шести. Ну, то есть не было такого, что ты над каким-то текстом работал месяц или две недели? Вроде нет. «Медуза» — это такой стартап. Там все работают очень быстро, все бегут. Ну, такая атмосфера такого рабочего нервика. Мне как бы сейчас сложно даже вспомнить, как это было до войны, потому что у нас полтора месяца эти очень яркие в негативном смысле. Ну, уже почти даже два месяца. Да, и поэтому, ну, в принципе, там всегда такая атмосфера немножко вот такой вот суматохи хорошей и такого, чтобы там есть темы и есть по правде выдающиеся тексты, которые пишутся в основном специальными корреспондентами там по паре месяцев, такие длинные расследования. Ну, я таким еще не занимался. «Сделаем небольшой шаг назад. Мы с тобой познакомились на форуме молодых писателей много лет назад. И, как я понимаю, поначалу журналистика была для тебя скорее заработком, а не основным интересом. О твоих книгах я спрошу чуть позже, в третьей части нашей передачи, поэтому сейчас именно этот этап мы пропустим. Почему для тебя журналистика стала важнее, актуальнее, как-то более основным интересом? Не занятием, а интересом? Слушай, ну, если ты можешь представить себе занятие журналистикой в Германии в году в 10-11, да, то это было довольно специфическое занятие. Мало что происходило. Это казалось таким вот, ну, просто работой клерка такого, да, то есть, казалось, вот конец истории наступил, как у Фукуяма, и уже дальше в Германии все будет тихо, мирно, гладенько, благополучно, совершенно спокойно, никаких ни войн, ни конфликтов, ни эпидемий, ни пандемий. И, в принципе, то есть, будущее просматривалось вперед на десятилетия, и оно было очень понятным. Ну вот, поэтому, собственно, как бы возбудиться такой профессии было довольно сложно, не в том смысле, что профессия плохая, а в том смысле, что мир был спокойный и не, как бы, ну, не очень занимательный, скажем так. Ну вот, и, то есть, и Меркель пришла тоже надолго, это все было. Это была такая вот стабильность, которая годы шли, а оказалось, мало чем меняется. Потом понятно, что с 14-го года мир ускорился, теперь вообще несется куда-то сломя голову, и уже хочется, ну, короче, о тех временах вспоминаешь немножко с тоской, думаешь, чем вообще, чего не нравилось, да, чего мы тогда жаловались, что как-то скучно живем, лучше вот так вот жить, чем то, как сейчас. Ну вот, у меня возвращение в журналистику произошло, наверное, года с 16-го, когда как раз я на «Медузе» побывал, и мне они очень понравились. Я увидел, как они там работают в Риге, и это немножко меня вернуло вкус к работе журналиста, к работе в новостях, к какой-то новостной повестке, и, в общем, потом я туда с удовольствием и вернулся спустя пару лет. Ну вот ты сказал про журналистику начала 2010-х годов, тогда я задам два вопроса, которые сейчас возникли по ходу. Имеешь ли ты представление о современной немецкой журналистике? И, соответственно, если имеешь, чем она отличается от русскоязычной? Ох, это очень долгий разговор. Давай, наверное, скажем, что немецкая журналистика, она опирается на все-таки многодесятилетнюю историю. То есть вот эти вот и люди, которые работают в изданиях и соответствующих, самых известных, и сами структуры были, создавались годов, наверное, с 50-х. То есть вот эта непрерывная история, у этого есть как негативные свои стороны, так и, в принципе, позитивные, потому что это, конечно, невероятная школа, невероятная традиция. Эти люди, которые занимаются... То есть еще в 80-х годах там публиковали невероятные какие-то материалы. В общем, а «Медуза» сколько лет-то, да? Ну, сколько лет «Медузе»? Прямо 10 лет еще нет, да? И так далее. Кто сейчас вообще остался на плаву? СМИ возникают дождю сколько лет, да? И вот мы до сих пор как бы не знаем, выплывет он или нет, переживет ли он войну. Сейчас он не работает, будем надеяться, что временно. Ну, то есть гораздо больше турбулентность, гораздо больше прерывистость, гораздо больше драматизм истории ситуации. Немцы, конечно, этого всего лишены. Тогда второй вопрос, который сейчас возник. Что такое современная русскоязычная журналистика? Вот какое-то общее определение, но только, естественно, не словарное, не энциклопедическое, а вот изнутри. То есть вот ты как непосредственный участник и очень активный этого процесса. Что такое современная журналистика на русском языке? Мы не знаем. За два месяца назад был бы совсем другой ответ на этот вопрос. То есть как будет выглядеть журналистика на русском языке, мы вообще не можем сказать сейчас никак. Я вижу, что... Ну, вот я уже там перечислил несколько изданий, которые просто закрылись. Что будут делать журналисты, пока непонятно. Кто-то где-то трудоустраивается. Газета «Вельт» взяла Марину Овсянникову. Кто-то Курников с «Эхо Москвы» ушел в «Бильд Тифау». Кто-то чем-то занимается. Зыгарь написал колонку в «Шпигеле» и делает передачу на русскоязычном берлинском телеканале «Ост-Вест». Короче, судьбы людские. То есть про отдельных людей мы рассуждать можем, про СМИ в целом нет. Я вижу, вот мне хочется два как бы таких вот феномена с начала войны я для себя выделил. Это издание «Холод», которое, российское издание «Холод», которое в России долго не блокировали, потому что оно небольшое, его не замечали в власти. Вот оно мне очень нравится, делает очень важную и честную работу. И как бы Инстаграм Ильи Красильщика, который неожиданно стал таким важным СМИ, там уже человек 14, по-моему, работает, и у него действительно большой важный охват. И вот мы как бы видим, как Инстаграм становится СМИ, и именно не СМИ читаемым. То есть там уже не фотки главные, а как бы в сторисах публикует он текстовые материалы. И это почему-то работает, и люди это читают, кто бы мог подумать. Есть ли для тебя пример или образец в профессии журналиста? И тот же вопрос о конкретных изданиях, ты, конечно, многие уже назвал. Но если мы возьмем картину до начала войны, то есть когда еще все работали более-менее так, как они хотели. Мне очень нравится Александр Горбачев, «Шурик», как его называют. Не знаю, могу ли я его так называть. Он возглавлял отдел спецрасследований, кажется, в «Медузе». И мы с ним работали над несколькими материалами, когда еще не был сотрудниками «Медузы». Ну, просто кажется, что один из лучших редакторов, с которыми я когда-то работал, он из «Медузы» ушел. Несколько лет назад занимался другими вещами. Сейчас он, по-моему, в том же холоде, который я уже хвалил и рекламировал. Ну, короче, Горбачев просто невероятный. Он еще музыкальный журналист, он сейчас публикует на «Медузе» интервью с «Нойзом», писал о новом альбоме «Оксимирона». То есть он как-то пытается посмотреть на действительность российскую посредством поп-музыки или рэп-музыки. Ну, поп-музыки в широком смысле. И мне кажется, это очень интересный подход, который у него прекрасно получается. Так, давай про издание я даже не буду сейчас ничего говорить, потому что сейчас так все поменялось. Это все как бы из другого мира. Мир поменялся. Все, что мы знали о СМИ, уже не работает. Сейчас вот даже в Берлине я наблюдаю, что все бегают. Как-то здесь можно найти деньги сейчас на создание русскоязычных СМИ. И люди этим пользуются, что-то делают, куда-то бегут, что-то создают или пытаются что-то создать. Есть журналисты, есть спонсоры, есть, понятна, задача бороться с пропагандой и как-то остановить войну. Но совершенно непонятно, как это будет выглядеть, будет ли это пользоваться спросом, для кого, кто и как это будет вообще читать и воспринимать. Уверен, что из 10 проектов условных, которые родятся на этой волне, ну, если один выживет, то слава богу. Мы с тобой знаем, что как бы СМИ создавать это нелегко, что для того, чтобы его более-менее раскрутить, ты работаешь как минимум 5 лет. Просто, чтобы оно было хоть кому-то известно и на СВХУ. В общем, эта задача очень непростая. Как будет выглядеть мир вообще и мир СМИ через 5 лет, ну, кто его знает. Не знаем пока. Сейчас у нас будет короткая пауза, а потом мы вернемся и продолжим разговор с нашим гостем. Снова в эфире радио «Голос Берлина» программа «Литератэра» Григорий Аросев и наш гость Дмитрий Вачедин. Дим, спрошу прямо, что сейчас происходит в Европе? Ну, Европа думает, как жить дальше. Ну, давай, может, про Германию тебе больше расскажу. Европа – это слишком обширный пласт. Просто все думают над дальнейшей концепцией жизни мира. Никто не ожидал, что повторятся боевые действия на континенте, сравнимые с тем, что происходило во Второй мировой войне с танковыми колоннами, с убийствами массовыми мирных граждан и так далее. Никто такого подумать не мог. Европа, и не только Европа, но и весь мир будет заниматься этим еще десятилетия. Мы живем в историческую эпоху в плохом смысле. Когда Россия собирала войска у границы Украины, когда Путин признавал ДНР и ЛНР, что ты думал о дальнейшем развитии событий? Думал ли ты, во что это может в результате вылиться? Я те эксперты, которым я доверял, и доверял небезосновательно, потому что это умные и эрудированные люди, они считали, что война невозможна. Я им доверял, потому что совершенно было прогнозируемо, что война станет для России катастрофой. Это было очевидно. Живя в Германии, было абсолютно очевидно, что война поставит крест на Северном потоке 2, на экономическом сотрудничестве России-Германии, на культурном и дипломатическом сотрудничестве, на любом сотрудничестве поставит крест. Это было абсолютно очевидно. Никто из серьезных экспертов, за очень редкими исключениями, не предполагал, что она может начаться, поскольку она была бы проиграна просто буквально с первого дня российской стороной. Что ты думаешь о поведении правительства Германии по отношению к России и к Украине до войны и сейчас? Россия, Германия очень долго цеплялась за свои особые отношения с Россией, надеявшись на то, что экономика, кошелек, совместные выгодные проекты окажут зависимость на Россию, не дав этой стране впасть совсем уж в тоталитаризм или в какие-то военные авантюры. То есть экономическое сотрудничество воспринималось с немцами как механизм влияния на российское руководство. Я убежден и я вижу, и мы все это видим, что вот эти вот люди, наш президент Франк-Вальтер Штайнмайер и Шрёдер и Меркель и прочие лидеры Германии, некоторые уже отошли от дел, некоторые сейчас занимают в том числе и ключевые позиции, они не исходили из того, что события такого рода могут произойти. Они были убеждены в том, что рациональность все равно победит. Никто не воспринимал всерьез какие-то игры с милитаризмом, с увлечением военной историей и так далее. Ну, по понятным причинам, и про экспертов я немножко уже поговорил, о том, что недостатки и катастрофические последствия этого всего были всем очевидны. Ну вот, соответственно, на Украину смотрели немножко как на страну, которую не то что не надо очень воспринимать всерьез, но которая беспокоится больше, чем следует. Вот так вот, скажем так. Чуть-чуть казалось, что опасения Украины, они не то что беспочвенные, но они... Ну, немного преувеличены. Немножко преувеличены, да-да-да. Но получилось? Получилось. Мы видим, что получилось. Получилось, что получилось. Этот, конечно, вопрос трансформации политики Германии на восточноевропейском направлении, он даже сейчас не очевиден. Вполне возможно, что Германии предстоит сыграть ключевую роль в каком-то демократизации России, когда она настанет. Почему бы и нет? У Германии, не будем забывать, отличный, прекрасный опыт, ну, как прекрасный и ужасный, да, трагический и тяжелый, но успешный опыт деноцификации есть. То есть, послевоенного... Ну, это, скорее, самоденоцификация, да? Ну, нет, не совсем сама. Ну, как сама? Ну, она же оккупирована была полностью, Германия, ну, в смысле... Ну, если посмотреть в исторической перспективе, долго все-таки она была оккупирована, но большую работу сама провела над собой. Безусловно, естественно, да, безусловно, конечно, да, да. Но, тем не менее, как бы, исходя из... То есть, чьими руками была проведена в том числе несколькая деноцификация, в том числе, как бы, теми, кто в годы войны сам поддерживал Гитлера и как бы... Короче, я к тому веду, если так коротко сформулировать, Россия слишком большая, слишком важная страна, чтобы просто ее заканчилить и вообще, как бы, забыть о ее существовании. Она сохранится, в каких границах, можно, там, мы там увидим и так далее. Но, конечно, она как явление, как, ну, продолжится, куда денется-то, куда эти все люди денутся, никуда не денутся, будут дальше жить, сохраниться. И в наших общих интересах, чтобы она была, чтобы и, во-первых, такого не повторялось, чтобы она была демократичной и, как бы, свободной, и, в общем, все там было хорошо. Хотя сейчас эмоции нас переполняют и даже, как бы, сами граждане России, которые против войны, они вырывают носи волосы и думают, господи, что же... Что происходит? Один из твоих свежих текстов о тех, кто живет в Германии, даже в Берлине, но при этом так или иначе поддерживает войну, любит буквы Z, Z и вообще за Путиным. Ты, мне кажется, глубоко погрузился в эту тему, но также ты знаешь и другую сторону, естественно, противников войны. Кого, по твоему пониманию, здесь, в Германии, в Берлине больше и понимаешь ли ты тех, кто поддерживает действия России? То есть понимаешь ли ты тех, кто понимает? То, что я в этой статье пытался написать, это то, что ситуация немножко сложнее. И даже когда какие-то люди с российским триковором выходят на автопробег, который официально считается против дискриминации русскоязычных, они не всегда за войну. Если они за войну и с буквой Z, там как бы все понятно, и это не очень интересно. Интереснее люди, которые к России никакого отношения не имеют, живут здесь несколько десятилетий и приехали, допустим, с Казахстана. И они, когда выходят с российским триковором, то они хотят сказать что-то другое, может быть, некоторые из них. Не то, что они за войну, а то, что, как мне кажется, когда я вспоминал, и это было вот мое какое-то открытие, когда были последние массовые выступления русских немцев, ну, вот я вспомнил, что это было зимой 2016 года после нашумевшего дела о фейковом изнасиловании девочки Лизы в Берлине. И вот как бы вот столько лет русские немцы, собственно, молчали, каких-то массовых выступлений не было. И сейчас они опять появляются вот с российскими как бы триковорами, они не очень массовые. Мы говорим о 600-800 человек в разных городах Германии, ну, может быть, до тысячи. Но это, тем не менее, ну, на общем фоне это довольно немало. Выйти сейчас с российским триковором – это такой серьезный как бы шаг. Так, надо на это решиться, наверное, скорее в плохом смысле, чем в хорошем, да. Ну, вот, но как вот тот же героиня моего этого репортажа сказала, одна из, тот, кто сейчас триковором выходит на улицы, он и он за мир, то, наверное, он как-то что-то не понимает все-таки, да, потому что это так не считывается. Не это считывается, если ты выходишь с российским флагом сейчас на немецкие улицы, исключительно как поддержка войны. Это как бы факт. Так вот оно происходит на сегодняшний день. У выходцев из России, которые против войны, сейчас есть потребность. То есть, они находятся в поиске какого-то иной формы, в том числе, ну, какого-то символа, да, выражения, найти, как бы, они ищут что-то, что может показать их позицию, ну, как бело-синий-белый флаг, например, или еще какие-то, или выражение Russians against war, да, русские против войны, или еще что-то. То есть, есть на этом как бы фланге какая-то потребность, потому что триковор, очевидно, не работает в этом смысле. Когда-то можно было выходить на митинги оппозиционные, в том числе Навального, с триковором сейчас, или там в 2012 году, сейчас это так не работает. Пока, по крайней мере, может быть, это изменится. Но я к тому, вот вспоминая зиму 16-го года и выступление по поводу фейкового изнасилования девочки Лизы в Марцане, это был момент, когда в Германию приехало очень много мусульманских беженцев. И живущие здесь русские немцы, живущая здесь русскоязычная диаспора заволновалась, ощутила угрозу со стороны этих людей, ощутила угрозу своему привычному образу жизни. И, в принципе, сейчас как бы эти выступления тоже происходят на фоне сотен тысяч украинских беженцев, которые приехали в Германию. И это очевидно, даже если они это не высказывают публично, то мне кажется, что эти люди тоже ощущают какую-то угрозу со стороны этой группы, со стороны приехавших. Ну, в общем, как бы связь тут, по-моему, очевидна. Сейчас у нас снова будет короткая пауза, а потом мы вернемся на финальные вопросы Дмитрию Вачедину. Мы в студии радио «Голос Берлина», и сейчас у нас в гостях в программе «Литератэра» Дмитрий Вачедин. Какой твой опубликованный текст журналистский для тебя наиболее важен? Все-таки уже довольно много ты написал в разных изданиях. Если не брать последний, я сейчас не конкретно имею в виду, а просто последний текст всегда самый важный, а следующий текст еще важнее. Если вот попытаться взглянуть все-таки ретроспективно на то, что было, на то, что написано. Пожалуй, про берлинских чеченцев. Вот он вышел, наверное, лет пять назад в «Медузе». Я тогда вот, наверное, в первый раз задумался о том, что это, в общем-то, довольно опасная профессия. Я убрал табличку. Ну, там не было такого, что я чеченцев ругал или еще чего. Но, тем не менее, были определенные сигналы, и я убрал табличку со своей фамилией с двери, так ее и не приклеил. Вот мне тут на днях приходит почтальон и говорит, когда вы же повесите табличку, я почему-то этого не делаю. Ну, вот, в общем, был такой момент. А какие были сигналы, ты говоришь, что вот были сигналы, не надо никакой конкретики. Ну, звонки, звонки. А, звонки с незнакомых номеров, которые тебе что-то просто сказали. Да, да, да. И непонятно, откуда твой номер, да? Да, ну, да. Ну, как бы, то есть, все нормально, ничего там страшного не было. Я был в полиции по этому поводу. И, в общем, как бы, не буду выставлять себя жертвой этого всего. Но это было, как бы, для меня эмоционально, так как-то исторически, биографически в плане моего собственного становления, в том числе и как журналиста. И понимание, что мы, как бы, не в песочнице, а мы занимаемся серьезными вещами. Мы пишем то, что имеет вес, то, что будет прочитано. И не только людьми, которые дружелюбно, дружественно к нам настроены. Это было вот такое вот открытие, да. Ну, и давай еще немножечко про личный негатив. Мы с тобой иногда переписываемся о хейте, который у тебя возникает на твоей странице в Фейсбуке, когда ты публикуешь ссылки на свои материалы. Насколько тебя это всерьез задевает, когда люди воспринимают написанное совсем не так, как это делаешь ты, как то, что вкладываешь в написанное ты. Ты сам, как автор, как ты справляешься с негативом в свой адрес, в адрес своих героев, спикеров, в адрес темы, которые ты понимаешь? Ну, смотри, на самом деле хейта у меня в моем Фейсбуке очень-очень мало. Ты, может быть, знаешь, может быть, нет, но у меня как бы была ультра, и, в принципе, остается ультралиберальная концепция ведения соцсетей, когда я большой порог терпимости к чужому мнению, даже несколько хамски выраженному. Он у меня присутствовал всегда, и это я делал специально, потому что мне казалось, даже если мне люди какие-то бесили, то мне казалось, что мне важно делать свою страничку в соцсети, в том числе и площадкой для дискуссий, и важно смотреть на другую точку зрения, от нее не отворачиваться. Поэтому, исходя из этого, то там небольшое количество острых дискуссий, назовем их так, которые там случаются, господи, это все абсолютная мелочь. Но другое дело, что да, я просто понимаю, что важные материалы, ну, как бы журналистский талант, он немножко выражает себя по-разному. Я вижу, что наблюдаю, что мои материалы, которые я считаю важными, они, да, спорные, они вызывают споры, они вызывают неоднозначную реакцию, я считаю, это хорошо. То есть, вот как бы это вот факт, я к этому привык, это нормально. Но другое дело, что сейчас, опять-таки, возвращаюсь как бы к тому, о чем уже говорил, время изменилось сейчас. Мы все сейчас травмированы этими событиями, которые происходят в Украине. Мы как бы просто в шоке, да, мы все переживаем свою личную, биографическую, национальную, какую угодно трагедию. В этих обстоятельствах то, что там человек говорит то, что он в обычное время не сказал бы, ну, это нормально, естественно. Я как бы даже если мне приходится там, не знаю, человека забанить, что я делаю очень редко, я на него лично не обижен. Я как бы понимаю все, я такой думаю, ну, блин, как бы что делать, да, вот такая вот ситуация. Мне немножко и его, и себя в этом смысле жалко. В остальном, как бы вот эта вот острая дискуссия, это, черт побери, часть профессии. Мы тут живем в Берлине, в русскоязычном Берлине, который не то, что состоит из единомышленников. Это русскоязычная диаспора, она очень сложная, она становится еще сложнее и интереснее с приездом, допустим, украинских беженцев. Сохранять большую палитру мнений разных биографических и прочих ситуаций, это мне кажется важным, это мне интересно. Буквально несколько слов о твоих книгах, сколько их было у тебя? Две. Одна на русском языке, одна на немецком. Все очень просто. У меня ощущение, что ты к литературной работе потерял всякий интерес. Неужели это так? Слушай, ну, я как бы очень... Мне, чтобы написать книгу, нужно быть очень мотивированным, да, то есть у меня разница между первой и второй книгой составила 8 лет. И, в принципе, как бы вот с того момента, как вышла вторая, 8 лет еще не прошло. То есть пока я в этом нормальном своем привычном графике держусь. Ну, то есть надежда все-таки есть. Да, да, да. Ну, просто сейчас как бы совсем такое ощущение, что не время книги писать. То есть сейчас либо ты можешь заниматься текущей повесткой какой-то журналистской работой, либо писать что-то совсем далекое, как какую-нибудь историю Древнего Рима. А все, что между этими полюсами, сложно себе представить. Ну, и в конце назови тогда 3 или 4 фамилии любимых писателей, поэтов, но по 3 или 4 среди живущих и среди классиков давно ушедших. На любом языке. Так, давай отметим живущего в Киеве и не уехавшего из Киева поэта Александра Кабанова. Очень его люблю. Ну, по понятным причинам много в том числе о нем думаю. Тоже касается живущей сейчас в Одессе и регулярно слышащей звуки обстрелов замечательного писателя Марию Галину. Но вот почему-то эти два имени хочется назвать, ну, не почему-то, а по понятным причинам. Моя как бы первая любовь – это Пелевин. Я написал магистрскую работу по нему. Ну, последнее вот открытие, которое с ним связано, это то, что он живет в Таиланде, там, как ты помнишь, была в последнем. То есть, в чем тут вообще история в том, что это важный автор. Мы же тут с тобой тоже не самые молодые люди, и это надо уже объяснять более молодым слушателям, о чем вообще идет речь. Человек, который сознательно отказался от того, чтобы давать интервью, и какие-то личные сведения о себе сообщать, и где он там жил на протяжении лет 20-25, совершенно было непонятно. И при этом из-за того, что он недалек от эзотерики, от духовных поисков и так далее, то казалось, что он живет где-то у водопада в монашеской келье в живописном месте и проводит время в каких-то там медитациях или в суфийских танцах. А оказалось, что он живет в такой как бы анапе тайской, на недорогом курорте, где, когда идешь по улицам, там крики массаж и чуть ли не горячая кукуруза, и вот он вместо того, чтобы жить где-то в заповеднике на пальме, условно, живет вот в таком вот месте. И это заставило меня задуматься, что, может быть, это круто на самом деле, и жить у водопада пошло, а вот жить у криков горячая кукуруза, это как раз, наоборот, может быть и круто. Если бы у тебя было бы неограниченное количество денег, где бы ты жил? Я жил бы там, где живу, я очень люблю Берлин, и никуда отсюда уезжать не хочу. Спасибо большое. В гостях у программы «Литературы» был Дмитрий Ващедин. Дима, спасибо, и надеюсь все-таки, что будут не только новые статьи, но и новые книги, и вообще, что все будет хорошо. Спасибо, Гриш. Всем пока. «Литературы»